Именно с неё Гоголь списал свой город Н. Уездный, в том смысле, что типичный для России, где время как будто замирает. Похоже, своего провинциального очарования Пенза не потеряла. Но для торгово-экономического сотрудничества это и неплохо. Есть что продавать. И надо отдать должное белорусским чиновникам. Сделать это они пытаются буквально с порога. Дворца независимости. Зачем новые сети тянуть? Зачем консультации сети новые тянуть? Это же деньги, это же деньги. И это только кажется, что на троллейбусе далеко не уедешь. Белорусская промышленность доказывает обратное. Вообще, эта встреча буквально с первых минут будет обречена на успех. Президенту как-то легко говорить с губернатором Мельниченко. Вы приехали на свою землю. Александр Лукашенко то ли из вежливости, то ли как знал. Пензенский губернатор частенько бывает в Беларуси, приезжает к институтским друзьям. И что происходит в стране, он знает не понаслышке. Республика для меня, она родная. Последний раз я тут был в августе 2020 года, где координировал рабочую группу наблюдателей на ваших выборах. Я думаю, вы немного нарушений обнаружили. Я хочу сказать, что нарушений не было вообще. Мы же очень внимательно ездили по всей территории республики. Я практически перемещался по Минску целый день. У нас был очень серьезный период после 2020 года. Мы готовились к референдуму по изменению в Конституцию. И вы знаете, многие у нас в обществе предлагали не проводить референдум после 2020 года. Событий, все понятно, люди предвозили и прочее. Я категорически высказался против, мы пообещали. А сам думал, ну вот пусть люди и покажут на референдуме. Кто есть кто. Референдум прошел, и знаете, такая тишина. Даже Запад утихомировался, сказать нечего. Поэтому вы не переживайте, у нас действительно спокойная ситуация. Да, возбудился тут Запад, решил нам подкинуть эту подлянку, как у нас у русских белорусов говорят. Не получилось. Не получился тот Майдан, который у них был совершен в Украине. Вы же знаете цель его. Они сейчас ходят и зубами щелкают. Вот не получилось. Надо как-то это все перевернуть. Поэтому санкции вводят против России. И честно уже говорят, санкции вводят против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции. Что тут сказать? Санкции сближают тех, против кого их вводят. Александр Лукашенко скажет едва ли не философскую вещь. Отношениям Беларуси и России эта встряска нужна. Президент и не скрывает, будет непросто. Выходить из зоны комфорта всегда нелегко. Но то, что открывается за ее пределами, точно стоит прыжка в неизвестность. Время сложное, но время огромных возможностей. Ну, наверное, нам надо было пережить этот период, чтобы понять не только в какое время мы живем, но и как нам развиваться дальше. Думаю, что последние несколько месяцев, может быть, год-полтора, серьезно нас отрезвили. Мы поняли, что спасти себя, защитить себя мы можем только сами. Никому мы не нужны. Мы это раньше поняли. Сейчас и Россия это осознала, наверное, как никогда. Да, и мы готовы не упустить это время возможностей во всех сложностях, которым мы сегодня подвергаемся. Прежде всего, это экономические, финансовые санкции. На Россию больше, на нас, может, чуть меньше. Навалились они со стороны наших, как было принято говорить нашим старшим братам, со стороны наших партнеров. Вот какие они партнеры. Но никто в этом сегодня не сомневается, что мы не просто выстоим, возродимся, как феникс из пепла. Нам в истории не единожды проходилось это делать. Не хотелось бы, но нас поставили в такие условия. Россия, конечно, огромный рынок, но у Беларуси есть козыри в рукаве. Александр Лукашенко заметит, не зря после распада Советского Союза страна сохранила важнейшие производства. Да, часть из них есть и в России. С тем же КАМАЗом приходится конкурировать. Но ставка на «всё своё, ношу с собой», похоже, сработала. Особое направление, и это мы с президентом России постоянно подчёркиваем, это активное создание совместных производств. Мы не очень-то шли на то, чтобы сюда запустить инестранцев. Поэтому введённые санкции по нас так не ударили, как, допустим, по КАМАЗу. У нас тоже немцы работали. И МАЗ-МАН, и на его план в своё время на МАЗе. Контракт закончился, я им пожал руку, сказал спасибо, дальше мы будем развиваться сами. И, кстати, мы и России предлагали такие направления сотрудничества. Но тогдашние ваши руководители полагали, что если придут немцы или американцы, это такие технологии. Это такое счастье будет. Ну вот счастье получили. Тем не менее, мы с президентом России договорились, что там, где у нас выше компетенции, пожалуйста, воспользуемся всем необходимым. Там, где у России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться. Но надо создавать совместное предприятие. Тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве, единой валюты и прочее. Экономика нас выведет на тот уровень и приведёт к тому, что должно существовать между нашими государствами. Экономика — это фундамент. Так в нескольких фразах Александр Лукашенко отвечает скептикам разных мастей. И тем, кто долгое время считал союзное государство фикцией, их, кстати, сейчас что-то не слышно. И тех, кто советовал поскорее приватизировать государственные предприятия, или как минимум пустить туда иностранных инвесторов. И пусть портфель предложений для той же Пензенской области стандартный, трансфер технологий в сельском хозяйстве и строительстве, техника, пассажирская, грузовая, да вообще любая. Ситуация, в которой страны оказались, подсказывает одно. Надо брать. Мы встряхнулись, так сказать, и сейчас уже понимаем, что мы должны импортозамещать, и за счёт кого мы должны это всё импортозамещать. И здесь, конечно, роль Республики Беларусь, она огромная. Вы на месте не стояли, вы очень хорошо развиваетесь. И та номенклатура изделий, которую мы видим, она, в общем-то, для нас сейчас очень необходима. 800 наименований – это прежде всего изделия, но начиная от газовых горелок, ну и кончая более какими-то серьёзными вещами. Словом, то, что раньше Пенза закупала в Европе, теперь купит у Беларуси. А это, как минимум, тракторы и комбайны. Две сотни МАЗовы готовы взять прямо в этом году. Наше предприятие уже более года находится в санкциях Европейского Союза. Мы смогли адаптироваться. На сегодняшний момент завод работает в полном режиме. Мы готовы предложить новую модель антисанкционного автобуса для рынка Российской Федерации. Она собрана на локализованных компонентах, обеспечивает все транспортные современные потребности российских городов. А ведь им ещё нужно менять лифты. Полсотни уже купили, а всего под замену полтысячи. Перечислять можно и дальше, тем более, что в правительстве им наверняка предложили ещё что-нибудь интересное. К слову для премьера, только вернувшегося из Петербурга, российская тематика уже как родная. Но если на минутку отойти от цифр и контрактов, то объединяет Минск и Пензу точно больше, чем кажется на первый взгляд. Делегация накануне побывала на Брестской погранзаставе, знаменитой двумя фактами. Первый застава – это имени героя Советского Союза Кижеватого, уроженца Пензы. И второй – там служил пограничник Александр Лукашенко. Вот немножко воспоминаний из первых уст. Это была лучшая застава Советского Союза. Кстати, а я служил в пограничном отряде, тогдашнем Брестском, лучшем в Советском Союзе. Тоже приезжали учиться там, но служить в таком отряде, конечно, не дай бог. Потому что ответственность жестокая. Я часто вспоминаю, Леонид Ильич Брежнев едет на запад, он на поезде часто перемещался. Останавливаются нас. Но оттуда это точно. Он всегда заезжал. Ну, вы знаете, я часто вспоминаю, как мы красили траву соляркой перед тем, как он приедет. Ну, чтобы она блестела. Мы сейчас, конечно, это не делаем, но было в моей жизни и это. А что? Воспоминания ведь порой объединяют крепче настоящего. Хотя в случае с Россией это самое настоящее связывает так, что крепче, кажется, уже некуда. Если вы что-то увидите в Беларуси полезного для вашей области, для России, вы можете не сомневаться, что это ваше. Я абсолютно уверен, что такое время наступило, что и мы можем спокойно рассчитывать на плечо, которое, огромное плечо, которое Россия может подставить в это время нашей Беларуси. Из наблюдений президент регулярно говорит что-то подобное на встрече с российскими губернаторами. Но ремарка о плече России звучит, пожалуй, впервые. Им на своих плечах и правда многое придется вынести. Но Минска, Москва и Пенза, конечно, тоже говорят. Нам это по плечу. Анна Пыш, Сергей Вяль и Сергей Янковский. Наши новости ОНТ.